добрый вечер добрый вечер дорогие друзья пожалуйста поставьте плюсики если есть звук если меня хорошо слышно сегодня немножечко с другой машины ведем презентацию идем урок сегодня с другого девайса соответственно должно значительно лучше быть слышно и значительно больше будет экран сегодня а ну что ж третий урок как ощущение проходящего марафона как настроение все ли нравится я думаю что должно нравиться плюсики если все хорошо если все нравится материалы полезны интересны в любом случае давайте давайте зацепим плюсами ну конечно плюсы это прекрасно у нас сегодня третий урок третий урок у нас посвящен непосредственно контекстной рекламе сложно говорить про маркетинг если мы не используем методологию контекстной рекламы и программа сегодняшнего занятия у нас состоит из четырех пунктов это виды контекстной рекламы правила контекстной рекламы обзор яндекс директ игру google adwords и как добиться сорокопроцентной конверсии с контекстной рекламы сразу забегу вперед когда буду говорить про конверсию друзья мы очень многое решает конечно сайт но 60 процентов успеха зависит от правильного стороны рекламы компания хотя если конечно сайт совсем убогие то тут хоть бейся хоть не бейся добиваться больше вот очень сложно не будем затягивать начало нашего урока у нас так всего час может быть меньше виды контекстной рекламы и сразу следующий вопрос какие бывают виды контекстной рекламы это реклама на поиске реклама на сайтах партнерах и ретаргетинг где бы вы не рекламились будь то в к будь то яндекс google реклама будет следующая реклама на поиске на сайтах партнерах и ретаргетинг а многие из вас замечали что когда они дают рекламу на рс я рекламная сеть яндекс это периодически это реклама начинает показаться и в бк потому что в к сайт партнер рекламной сети яндекс и когда заходите в к сливу показывается всякие объявления которые вы куглили могли заходить на похоже аналогичные сайты цифру кладем если с этим сталкивались и сразу хочу перейти к нескольким моментам друзья пожалуйста поставьте несколько плюсов если вы даете контекстную рекламу может руку один поставить если вы уже давали контекст кому не даете в данный момент и пожалуйста напишите где вы рекламу дает даете в гугле даете вы ее в яндексе на бегуне на социальной сети вконтакте где вы даете контекстную рекламу чтобы просто было понимать насколько наша аудитория подготовлена и имеет опыт вот сайте пишет что дает контекстную рекламу в яндексе прекрасном евгений не дает контекстную рекламу настолько два человека что легчать остальные уснули и я думаю следующий слайд будет всем знакомы сегодняшний слайд свеженький это так выглядит контекстная реклама в яндексе и давать немножко задержимся на данном слайде не потому что хам и так знаем как он выглядит потому что здесь несколько моментов на которые стоит обратить внимание еще включу курсор так дорогие друзья значит продолжаем звук у всех есть сейчас есть есть отлично лично значит локальная проблема не глобально и так контекстная реклама очень сильно развивается и действительно она очень быстро развивается в яндексе чуть-чуть вот притормаживается развитием google но это не страшно потому что google изначально очень мощно взялся за возможность настройки интерфейса контекстной рекламы яндекс чуть-чуть отстал в этом вопросе но догоняет его догоняет очень успешно на что хочу сразу обратить внимание на то что те кто раньше давали контекстную рекламу наверняка замечали что после слыша периодически начинает показываться домен то есть адрес сайта который рекламируется раньше такого не было уже как год это присутствует и далее начали появляться такие непонятные длинные объявления как например абонентская эти обслуживания компьютер для компании кривой текст ужасно но на что хочу важно обратить внимание что сейчас есть такие фишки которые позволяют делать короткий заголовок сообщения тогда он берет части записания грубо говоря если раньше был заголовок заголовок с остального описания то нижнее объявление данная состава но следующим образом вот хреновно рисовал прошу прощения вот это вот это заголовок вот его выдержит а вот это вот эта часть выдернута из описания то есть описание в данном объявлении выглядит так компьютер для компании эти отсорсинг без ожидания страница процентов сбой соответственно добавили такую плюшку как доп тексты вот они до третье объявление конечно составлены весьма своеобразно но мы не пришли сюда судить или оценивать как аудитора мы просто смотрим как они устроены используют доп тексты раньше их не было вот доп текста на яндексе на рынке с 1999 года телефоне в офис без зтс и пост оплата с ребятам используют доп тексты иногда бывает так что очень хочется использовать какие-то доп ссылки наши услуги стоимость принципе работа стали заявку контакт информации есть два варианта как идти к этому вопросу первый вариант это использовать доп ссылки которые ведут они и сейчас есть они сейчас есть вот я их просто замазал потому что мы же не рекламируем какие-то различные компании мы просто сейчас проводим урок вот они там вот они замазаны идут замазаны контактная информация адреса друзья мы продолжим до доп ссылки и пожалуйста поставьте цифру к 1 кто использует доп ссылки для того чтобы дать ссылочку на какие-то дополнительные разделы своего сайта мы же можем называть свои ссылки как угодно какими угодно словами юру ставить им тоже как угодно и по незнанию это на самом деле совсем по незнанию есть два метода то есть первый метод это использовать дополнительные ссылки для того чтобы действительно давать ссылки на дополнительные разделы своего сайта то есть рекламировать одним объявлением сразу кучу разделов как например если бы мы рекламировали абонентское обслуживание то мы рекламировали бы сразу и монтаж локальных сетей заправку картриджей и так далее здесь почти все объявления которые присутствуют используют очень правильный подход они используют дополнительные ссылки которые на самом деле имеют якоря и при переходе на все из этих ссылок на самом деле все идут на одну страницу на одну страницу абонентского обслуживания просто каждая ссылка прокручивать страницу до определенного момента где описывать услуги где стоимость не принципы работы где оставили заявку где контактная информация и дополнительные ссылки можно использовать к элемент маркетинга который позволяет какие-то свои дополнительные плюсы описать которые не получается описать в основном объявлении то есть если колоссально не хватает места в описании не хватает места в заголовке ужимаетесь и уже закончились дополнительные текстовые поля серые которые вот они представлены здесь то мы упираемся в ту необходимость использовать дополнительные ссылки для того чтобы описать свои услуги здесь запросто можно написать следующий вариант бесплатная два месяца в подарок нажимаешь это будет ссылка там скидочная там развитая программа лояльности бла 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 так что используйте это вопрос такая небольшое лирическое отступление о том что он директ развивается развивается очень быстро и запустили они в ноябре очень классную плюшку яндекс аудитории мы внимательно изучим как сейчас выглядит яндекс аудитории на сегодняшнем уроке потому что это действительно круто google это уже использует очень давно яндекс это начал использовать только недавно не просто на каждом уроке по рекламе рассказывал про то что на гугле это есть на яндексе нет видимо все таки яндекс услышали нас и решили сделать такой замечательный функционал как яндекс аудитории по гео таргетингу кстати был интересный случай когда на одном из уроков марафон написали что чего-то не выкладывается где-то не публикуется у нас какой-то урок с яндекс диска так нам человек из яндекса написал то есть видимо кто-то мониторит наши уроки из яндекса смотрит слушает здорово приятно так выглядит контекстная реклама на поиске в углу в угле она покажется и сверху и сбоку кстати обратите внимание это старый скриншот сейчас google старается убирать рекламу справа и ставит ее вниз также как это делает яндекс они играют с позиционированием рекламных объявлений иногда встречается справа иногда нет обратите на это внимание так что есть по какому-то запросу справа колонки не будет ничего страшного это google балуется смотрит как у них там кликается все хорошо или нет в гугле тоже есть дополнительные ссылки они представлены следующим образом обратите кстати внимание обратите внимание насколько грамотно здесь использовали дополнительные ссылки мне понравилось отзывы и петель фоня эти аудита службер техники и кто-то дал повторную ссылку на абонентское отслуживание у гугла есть возможность подстановки псевдоурла такой если у яндекса но не настолько хорошо развит как угла поэтому google часто дает возможность просто написать туда часть текста что как будет выглядеть ссылка у учета который забьет что-то в поиске на ду здесь всем понятно давайте продолжим поставьте плюсики если нет вопросов и мы несемся дальше ну дайте плюсики-то молодцы молодцы основные площадки для проведения рекламных кампаний это яндекс гугл и бегун про google и яндекс наверное много сейчас рассказывать не буду просмотром процессе уроки не обращу внимание на бегун когда-то давно давно когда реки были молочными а берега были кисельными google и яндекс очень сильно затягивали пояса на качественных для качественных и среднекачественных сайт то есть на самом деле даже сейчас даже сейчас большая проблема стать сайтом партнером яндекса чтобы начать на своем сайте начать показывать объявления из директа и зарабатывать на этом деньги в углу полояльней но и там были определенные проблемы сюда пришел на помощь бегун появился достаточно быстро и очень долго был популярным потому что бегун это реклама и в мэйле и на многих сайтах сейчас бегуна почти не осталось потому что ну рушится он уже потихонечку рушится а раньше был очень популярным потому что практически всех к себе приглашал быть хочешь зарабатывать давай размещай блог будем рекламы на твоем сайте тоже я думаю это тоже понятно далее основные виды контекстной рекламы а у нас есть как я уже говорил реклама на поиске это яндекс директ гугла дворцы в партнерской сети rsi и кмс рекламная сеть яндекс и контекстная медийная сеть гугла бегун бегу на своего поиска нет поэтому это только партнерская сеть о чем мы собственно и будем говорить как я показал уже на предыдущем слайде так выглядит в гугле так в яндексе на поиске то вот так вот выглядит реклама яндекса и гугла на сайтах партнерах это какой-то информационный блок вот на чисто гугловский вот на яндексовский они почти идентичны отличие заключается только в том что google позволяет использовать микрофлэк что есть грубо говоря блок который создает какую-то минимальный экшен минимальное действие там что-то прокручивается слайдируется вспыхивает и так далее конечно каких-то серьезно графических элементов говорить нельзя но то что на google уже круто серьезно я думаю все из вас видели эти контекстное объявление теперь давайте поговорим о достоинствах и недосказках контекстной реминии контекстной рекламы а в первую очередь достоинство это таргетинг по ключам мало какие виды рекламных компаний дают это сделать мы сейчас говорим не только контексте мы о всех видах рекламы тизерная реклама медийная реклама баннерная реклама и самым и так далее то есть главное это просто вырезка со слайда из полного курса есть полный курс который называется специалист по рекламе и там вот выдержка из этого слайда есть достоинства и недостатки контекстной рекламы достоинства то таргетинг по ключам то есть мы можем конкретировать нашу объявлению по конкретным запросам огромнейший совершенно охвата аудитории отличный показатель ctr значит я обратил внимание что сегодняшняя группа вообще не сегодняшняя группа данный поток марафона digital маркетинг рвмв она очень активная на сообщение на комментарии на замечание мне это безумно нравится я очень доволен вот мне буквально там за полчаса до урока написал наш слушатель сказал что него есть какие-то вопросы по методу подбора целевой аудитории обязательно отвечу на ваш вопрос если вы сейчас в чате поставьте плюсик я действительно очень люблю когда что-то уточняю что-то спрашивают может быть даже какие-то вопросы оспаривать потому что только споре рождается истина и я думаю что после того что написал отличный показатель ctr сразу будут возникать вопросы почему многие из вас давали рекламную кампанию и многие уже служат тем что реклама на поиске реклама не в контексте медийной сети да не в россия на поиске будь то google и яндекс это пустая трата денег потому что денег съедает очень много клики какие-то есть результат никакого нет давайте поставим цифру один в чат те кто сталкивались такой проблемой что начинали давать рекламу в яндексе бабки улетали пулей выхлопа не было никакого цифру 1 были ли если среди наших учеников такие люди которые закладывали деньги в яндекс google действительно деньги очень быстро улетали выхлопа не было никакого мы все через это проходили и слава тем кто там группы разлил 30 тысяч рублей за то время что я своей жизни занимался изучал разбирал контекстную рекламу потому что когда я и занимался еще никто не учил сейчас есть курсы где можно прокачать свои знания по контекстной рекламе уже выйти более менее прошаренным специалистом когда я этим занимался естественно никаких курсов не было все приходилось методом проб и ошибок делать здравствуйте денис и как следствие деньги сливались в больших количествах если прикинуть сколько было слито именно слито на пробах и ошибках в яндексе в одном я думаю за лимон перехватит точно это на различных клиентах на различных своих рекламных компаниях так что шишки набивались долгом шишки набивались плотно и со временем получились какое-то понимание знаний который позволяет действительно добиваться высокой конверсии за минимальные деньги так что отличный показатель сети а в сети это соотношение показов к кликам легко отследить да действительно все расходы по контекстной рекламе все переходы все запросы откуда кто куда как это все очень хорошо отслеживается если вы не можете отследить что-то через яндекс метрику или аналитику значит у вас кривые руки потому что ну вот более чем подробно в хелпи яндекса сложно описать писали явно для не следующих людей прямо написано все как отследить без проблем сегодня мы тоже об этом поговорим и гарантия честных кликов конечно это один из самых больших плюсов на самом деле яндекс действует по интересному принципу хреново он отслеживает скликивание вот я вам скажу раньше думал что хорошо и говорю что хорошо своим ученикам беру свои слова назад ребята хреново скликивает мне постоянно сыпется что мы в целях повышения качества возвращаем вам 35 копеек или 45 копеек 50 копеек типа вас где-то скликивали и вот мне интересно откуда они выбрали сумму там 45 копеек 60 рублей если клик на рекламной сети у меня стоит 100 рублей а на поиске 300 это как-то получается они пол клика что ли не вернули очень очень спорный момент периодически приходки страны совершенно суммы которые нам вернулись на счет вроде бы они что-то на счет возвращают мне кажется это сделано больше для показателя того что смот смотрите мы честные клики поддерживаем и даем гарантии честно кликов мы не даем скликивать скорее всего это узнать такая отмашка смотрите а мы это делаем все окей мы возвращаем деньги недостатки высокая нестабильная цена за клик да было есть и будет мы можем упираться рогане и понижать цену мы действительно это можем яндекс хитрая система google тоже хитрая система я чуть попозже расскажу потому что когда вы только заводите рекламную кампанию она сразу предлагает там такие полторы тысячи рублей за клик 1700 рублей за клик нифига это ставить не надо дайте рекламной кампании поработать рублей за 200-300 за клик тогда уже можно будет говорить о том отдалом это что-то или нет потому что потом цена начинает сильно понижаться а так вы просто сольете деньги но это уже мы сильно забежали вперед высокая конкуренция ну конечно в контексте рекламе все кому не лень и мы в том числе нет глубокого таргетинга по интересам вот здесь правда вот здесь правда назовите мне контекстную рекламу которую я бегло называл сегодня в начале нашей лекции которая позволяет сделать действительно глубокий таргетинг по интересам где я туда opps контекстной реклама господам дамы вопрос в чат где дается реклама которая позволяет сделать высокий таргетинг по интересам конечно дениса абсолютно верно это социальные сети до ярослав реклама букка абсолютно реклама вконтакте позволяют сделать глубокий таргетинг по интересам так мужа и так достаточно много говорим о контексте рекламе давайте поговорим про правила контекстной рекламы правила простые всего один слайд но могут возникнуть вопросы если хочешь эффекта поиск рс я плюс ретаргетинг если нет денег рс я кмс плюс ретаргетинг и таргетинг всегда и везде используйте быстрые ссылки для доп текста использовать штатный доп текст и всегда указывайте адрес всем нужны слухи и факты 100 рублей в месяц и так далее дратики александр здравствуйте и так поясню колоссальная ошибка колоссальная ошибка всех тех кто не использует ретаргетинг или маркетинг разжевываю по полочкам вот вы поиск запустили запустили деньги сливаются люди к вам переходят а база вашего ретаргетинга она не пополняется поэтому обязательно действительно обязательно всегда используйте ретаргетинг он действительно возвращает до 20 30 процентов аудитории обратно к вам на сайт это очень высокий показатель и если вам лень заниматься контекстной рекламы хотя если бы вам было лень вы бы сюда не пришли надо понимать что если мы хотим действительно получить эффект от контекстной рекламы то мы подходим по принципу даем рекламу на поиске даем рекламу на сайтах партнеров то есть это версия кмс плюс ретаргетинг ну или ремаркетинг как он называется в угле кто из вас знает что такое ретаргетинг или ремаркетинг и кто из вас не знает что это такое значит минус я не знаю плюс знаю ольга пока написала вопрос вы ставьте плюсы и я жду будет ли считаться эффективным ретаргетинг с одного авто бренда на другой авто бренд смежный по цене или это раздражающий факт не будет он считаться раздражающим фрактором потому что если вы собрали ретаргетинг по своему сайту который продает автомобили марки skoda а ем на трафик на автомобиле марки volkswagen или сиат то машины близкие машины родственные раздражающего фактора не будет однако если вы даете рекламу по бренду mitsubishi toyota а сливаете трафик на mercedes и bmw то ну скорее это будет агрессивее будет агрессивее будет негатив потому что мы говорим вы правильно сделали комментарии смежно по цене главное чтобы реклама шла в одной ценовой политики есть несколько людей начиная от статьи александр и денис написали что они не знают что такое ретаргетинг или ремаркетинг в двух словах выглядит это следующим образом вы один раз один раз посетили какой-то сайт или вот вы вбили в яндексе купить холодильник и посмотрели два-три сайта после этого начинает происходить дичайший фейл куда бы вы ни зашли начиная от почты на яндексе гугла заканчивая различными форумами сайтами блогами вас преследует везде назойливая реклама ты ведь хотел купить холодильник но не купил ай ты негодяй нажимай переходи смотреть дальше холодильники это такая технология которая да и холодильник вас преследует причем очень долго очень я люблю тех кто все-таки нравственный человек и в настройках и таргетинга ставит больше 30 дней мозг не насиловать а если поставить 180 дней ну угодно холодильник будет вылезать понимаете но более-менее вроде люди адекватно настроил рекламные кампании так далее а вот александр дал почву для продолжения нашей беседы даже если купил холодильник преследует это очень плохо это очень некачественно настроена рекламная кампания она вызывает море негатива я рассказывал когда на первом уроке когда показывал яндекс директор показывал марки яндекс метрику рассказывал про цели про составные цели и у нас в любом ремаркетинге будто от яндекса или гугла обязательно должно быть исключающий факт что если человек купил холодильник давайте мы не будем насиловать его мозг давайте мы не будем маячить перед ним различные объявления потому что мы сами можем себя спалить такие инциденты были на моей практике объясню что получилось из моей практике из личного опыта дичайший глупая ситуация чаще некрасивая но и на старуху бывает проруха я всегда не могу сказать что стыжусь так звука нет раз 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 коллеги пожалуйста плюсики если звук если звук отлично звук вернулся я уже перезапустил свою трансляцию и так я продолжу с вашего позволения для рассказывать очень интересный случай был глупый но забавный по поиску по органике пришел человек на сайт и заказал услугу абонентское обслуживание компьютера то есть он заказал и подписал контракт это круто человек пришел и закончил контракт все далее настройках ретаргетинга и ремаркетинга не были настроены исключения которые бы исключали определенный трафик который уже совершил какую-либо покупку и как следствие реклама началась показываться и нашему замечательному уже клиенту и партнерам и в рекламе было громко сказано о том что это старая реклама несколько лет назад давался года четыре назад если не изменяет память и там было написано что мы предлагаем услуги абонентского обслуживания со скидкой до 30 процентов и действительно давали скидку тем кто пришел по рекламе естественно человек позвонил и сказал ребята просто скажите а почему вот я заключил с вами договор на абонентское обслуживание компьютеров за там 30 тысяч а увидел объявление что вы же можете его заключить на меньшую стоимость по рекламе при этом он уже совершил первый платеж он уже совершил первый платеж получилось очень некрасиво мы перезаключили с ним договор клиент не ушел перезаключили договора на сумму со скидкой в итоге только денег потеряли к чему я потому что обязательно надо делать исключение в ретаргетинге иначе можно одному клиенту просто задолбать его своими объявлениями да еще есть у нас что-то купил по одной цене вы спалили какую-то не нужно объявление что другая цена будет неприятный случай пожалуйста плюски есть это понятно про пункт 2 если нет денег россия плюс ретаргетинг все мы знаем что самые дешевые в контекстной рекламе это сайты партнеров там значительно меньше цена и если не хотите давать на поиски давайте хотя бы рекламную сеть яндекс или контекстно-медийную сеть гугла плюс ретаргетинг ретаргетинг вообще всегда и по поводу всего остального я уже неоднократно это говорил внимание заслуживает только 7 пункт это всем нужны сухие факты давали мы как-то объявление по медицинской тематике давали в большом количестве и проверяли были большие бюджеты была возможность экспериментировать проверяли мы следующее собственно мы давали объявление размазанную как кашу и давали сухие объявления то есть консультация терапевта 200 там 1500 рублей повторной консультации в подарок то есть сухие факты сухо лаконично и сожалению не сохранилась давно это было если сохранилась прекрасно бы вам показал какой был результат сравнение показа рекламных объявлений кликов но сетер конечно отличался колоссально если в одном сетер был тухленький такой где размазан объявление то объявления которые были такими сухими фактами они конечно значительно более кликабельные объявления ну что ж я думаю пора прекращать рутинную рассказ про то как все это настраивается и переходим непосредственно трансляции по обзору яндекса и было пожалуйста плюсики если вы готовы дорогие друзья а я пока отвечу на вопрос ольге который она написала вопросы как маркетолог вы умеете самостоятельно настраивать контекстную рекламу в личном кабинете google и яндекс ольга если бы я не умел настраивать контекстную рекламу я бы наверное не вел не вел сегодняшний урок отлично все готовые и начинаем трансляцию значит дорогие друзья пожалуйста внимание на экран ожидаю от вас ответ если трансляция если сейчас у нас трансляция видите ли вы тоже что вижу я видите ли вы тоже что вижу я так плюсики если есть трансляция повторю еще два раза и расстроюсь если трансляция есть замечательно к сожалению бывает такое что я долго рассказывал о трансляции нет вот мне очень обидно не хочет чтобы это повторилось а друзья мои собственно что хотел рассказать давайте поговорим про интерфейс вот интерфейс яндекс директа с уже запущенными объявлениями прошу прощения с уже запущенными объявлениями и давайте создадим свою первую рекламную кампанию сначала мы просто пробежимся потому как они выглядят потом уже создадим давайте так так выглядит рекламная кампания тут есть какие-то настройки что-то они показывают какие-то непонятные штуки ну вот так вот теперь давайте создадим кампанию отличный интерфейс яндекс директа делится на два экрана на несколько панелей собственно дашборд рабочей области быстро навигация сверху моей компании создать подбор правилам бюджетом бесполезный блок моей компании и достаточно полезные вкусные навигации находящиеся внизу что нам не будет полезно список условий подбора аудитории управление фидами далее 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 ну и хватит теперь нажимаем создать кампанию она предлагает создать кампанию по одному из нескольких шаблонов первый шаблон текстово графические объявления то есть классический вид рекламы динамические объявления это автоматическое создание классических текстовых объявлений точечно под каждый ваш товар и соответствующий ему запрос показа на поиске соответственно тестируется работает по странному обсуждать не будем и реклама мобильных приложений реклама мобильных приложений это классно это хорошо если мы рекламе действительно мобилку нас интересует текстово-графическое объявление, не будем далее задерживаться. Он открывает первичные настройки рекламной кампании. Давайте ее назовем «Я учусь». «Я учусь». Запускать мы ее будем 5 декабря. Длится она будет до 7 декабря. Куда складывать уведомления? И теперь мы приходим к первому интересному пункту. Это стратегия. Как мы знаем и «Яндекс.Директ», и «Гугл.Эдвордс» это один большой робот, который по определенным параметрам, которые мы зададим в настройках рекламной кампании, будет либо понижать, либо повышать ставку, либо придерживаться какой-то стратегии ведения вашей контекстной рекламы. И эту стратегию мы сейчас и настроим. Ранее этого не было. Сейчас они добавили несколько вкладок. Раньше все это выключалось очень своеобразным способом. Если получше, сейчас покажу. Итак, ручные стратегии. Ручное управление ставками. Это такой механизм, когда полностью ставки настраиваются вручную. Стратегия позволяет получить максимально возможный объем трафика при выбранных для каждого условия показа в максимальных ценных кликах и ограничениях на позиции. По умолчанию ставка в сетях устанавливается в зависимости от ставки на поиски. Ничего вам пока не понятно, но да ладно. Сейчас это говорит о том, что мы полностью руками будем настраивать стоимость каждого клика. Здесь можно сразу ограничить дневной бюджет, показывать на поиске только под результатами, то есть снизу, и показывать на минимально возможной позиции в спецразмещении или гарантии, или только в спецразмещении. Возвращаясь к нашему слайду, на секундочку приводит трансляцию, сразу скажу, это спецразмещение, вот это, это спецразмещение, все, что снизу под результатами поиска, это гарантия. Продолжаем трансляцию. Соответственно, автоматические стратегии, это средняя цена клика, средняя цена конверсии, средняя лентабельность инвестиций, недельный бюджет и недельный пакет кликов. Средняя цена клика. Принцип прост. Мы устанавливаем среднюю цену клика в 300 рублей. Поисковая система Яндекс и ее робот Яндекс Директ будут самостоятельно понижать или повышать ставки в пределах 300 рублей, удерживать цену клика 300 рублей в среднем за неделю. Стратегия позволяет получить максимальное количество кликов за неделю, при этом в среднем клик будет стоить не больше суммы, которую назначил рекламодатель. И здесь можно сразу уточнить недельный бюджет, сколько мы готовы тратить в неделю, то есть, например, 12 тысяч в неделю. Средняя цена конверсии. Здесь надо подключать метрику, задавать цели и настраивать несколько целевых визитов. Средняя рентабельность инвестиций тоже требует подключения целей и установки стоимости на каждую цель, то есть, какие якобы деньги мы зарабатываем при достижении той или иной цели. Недельный бюджет, самый левый способ настроить рекламную кампанию, это просто сказать, слушай, крутись сам как хочешь, меня не трогай, вот тебе недельный бюджет 12 тысяч, отвяжись от меня. И поисковая система сама будет все настраивать. Ну и получать максимум клика, либо максимальную конверсию по цели, которая не настроена. И недельный пакет кликов. Хочу 12 тысяч кликов, но я, так сказать, он меня пошлет за рубль. Клик – это круто. Раньше различными галочками, плюсиками, минусами расход в пределах по дополнительным ревантным фразам. Сейчас я посмотрю, действительно, они это убрали или нет. Давно не ковырялся. Да, убрали. Да-да-да-да-да, убрали. Соответственно, если мы настраиваем рекламу на поиске, на RCA, для ретаргетинга надо делать три разных группы объявлений. Это очень-очень важный момент. Немножко забыл про него сказать. Поэтому придется вернуться к этому моменту. Иначе вы забудете. Итак, сам по себе Яндекс, когда создает рекламную кампанию, он позволяет в стратегии настраивать сразу на всех площадках. Это не совсем верно. Почему? Потому что... Ой, что же я сделал-то, человек ли диска? Потому что у каждой компании должны быть свои настройки, свои показатели, свои требования, свои группы объявлений. Как изначально делать Яндекс? Он предлагает вам завести универсальную рекламную кампанию, которая будет показывать ваши объявления и на поиске, и в сайтах-партнерах. Так как подача объявлений, подача материала в различных группах рекламы должна быть кардинально отлично друг от друга. То есть, одни объявления, совершенно одна подача текста, одни материалы для поиска и совершенно другие материалы и показатели для RCA, KMS и так далее. То есть, даже колоссально должно отличаться объявление. Просто колоссально. Также колоссально должно отличаться они в ретаргетинге. Именно поэтому, когда мы создаем рекламу на поиске, мы делаем отдельно рекламную кампанию под поиск, отдельно под RCA, отдельно под ретаргетинг. Ни в коем случае их не смешиваем. Плюсики, пожалуйста, если это понятно. Итак, ручное управление ставками мы делаем рекламу на поиске. Оставляем ручное управление ставками и говорим ему, дорогой друг, пожалуйста, ППТС у нас показывает только в спецразмещении. Он будет кмель. Хорошо, показ по минимально возможной позиции в спецразмещении. В сетях показы запрещены. Корректировки ставок самая полезная тема. Здесь мы можем корректировать ставки вверх или вниз в зависимости от различных принципов таргета. Либо какие-то свои аудитории, которые уже собраны, либо какие-то настройки по мобильным девайсам, либо по полу возрасту. Это совсем халявная настройка, для нее ничего не нужно. Например, мальчикам, которые 18-24, мы показываем объявления на 50% дороже от их максимальной цены. То есть у нас есть предельная цена, например, 300 рублей за клик от конкурента все показываются по 500. то у всех лиц мужского пола наше объявление будет показываться по цене 300 плюс 50% от стоимости. То есть 550 рублей за клик. Вот такой пример простой корректировки. Едем дальше. Временной таргетинг. Самый важный пункт настройки. По умолчанию Яндекс хочет, чтобы вы показывались постоянно с утра до ночи без перерывов и выходных. Это чистой воды сумасшествия, потому что и деньги сливаются, и конверсии с этого нет. Вообще все это тухло. Сразу включаем режим управления ставками и нафиг вырубаем все, что связано там, ну, в зависимости, конечно, от вашего бизнеса. часов до 7 утра и также вырубаем все, что связано с 8 до 9. Также оперативно выключаем субботу и воскресенье. Нам они не нужны. Ну и дальше соответственно начинаем заполнять табличку с показателями по цене клика. Как эту табличку заполнять? Здесь можно увеличивать стоимость клика пропорционально или понижать стоимость клика. На что надо оперировать и на что надо обращать внимание? Давайте сразу зайдем в метрику. Давайте сразу зайдем в метрику и обратим внимание вот на что у нас есть. Ого! Метрика отвалилась. Надо же. отчеты стандартные посетители посещаем по времени суток. И смотрим в срезе одного месяца когда к нам чаще всего заходит. Опять же не забываем про таргет что это будет география местоположения Россия Москва и это будут мужчины. хотя давайте тут возраст вот 25 45 35 применить ну и посмотрим насколько меняется график вообще не меняется. Сходя из этого графика можно сказать о том что а у нас еще и статьи есть точно 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 сейчас вот она родимая страница входа и у нас все кардинально поменялось статьи читают как обычно в рабочее время а люди которые заходят на абонентское обслуживание они попадают туда вот в какое время 9 10 пиковое время показа потом 2 3 часа когда все ломается соответственно мы возвращаемся в яндекс и начинаем 9 10 130 далее и там так 130 111 даже до 11 120 100 100 100 130 130 давайте даже 120 100 120 120 120 130 120 120 120 120 120 объявления вот так вот далее расширенный географический таргетинг руки оставляем единый регион показы для всех объявлений это конечно же москва и область единый адрес и телефон тоже обязательно если вы хотите чтобы все было красиво чтобы все высвечивалось там где надо где не надо пряталась и так далее соответственно все заполняем минус слова обязательно заполняем заполняются они через черточку минус и так далее настройки в сетях показы запрещены расход по дополнительным длевант по фразам я бы оставлял почему потому что очень многих слов мы можем не знать есть слова значительно дешевле бюджетнее и интереснее чем то что мы можем настроить собственно далее запрещенные площадки количество групп объявлений показы показы айпи адреса бла 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 внешне там статистика ну ее нафиг сюда добавляем обязательно куда он делся то вот счетчики метрики сюда мы обязательно задаем идентификатор счетчика из яндекс метрики а плюс пожалуйста если это понятно мы так очень бегло дабы не задерживаться надолго кому нужно здесь долго сидеть плюсы отлично я доволен теперь теперь собственно ползем дальше как создаются группа объявлений вообще сколько должно быть объявлений в группе давайте немножко расскажу о том как они делаются давайте отлично молодцы я доволен поехали итак друзья мои записывайте записывайте не видно ничего давайте я остановлю трансляцию заново и начну экран есть есть экран на отличие когда вы заполняете объявления вы подбираете ключи не пишите ключом тексты теперь вопрос дорогие друзья в аудиторию сколько надо писать текстов на одно объявление вернее сколько надо подбирать сколько надо писать объявлений друзья мы неправильно задал вопрос секунду сколько надо писать объявлений на два-три ключа вот так вот сколько надо писать объявлений на два-три ключа то есть вот у нас есть два-три ключа который мы которого мы хотим показать но здесь в данном случае четыре ключа абонентское обслуживание компьютеров абонентское обслуживание компьютеров москва абонентское обслуживание компьютеров организации абонентское обслуживание компьютеров цены и одно одно объявление да а мы делаем 6 объявлений мы Делаем шесть объявлений и ни капли к этому не стыдимся. Почему? Вообще зачем нужно столько объявлений? Рассказываю. Потому что в первую очередь мы все люди. Мы все человеки. И мы запросто можем ошибиться в качестве написанного нашего объявления. Поэтому мы пишем много объявлений. Минимум четыре на самом деле. Почему? Потому что я уже говорил, это касается именно маркетинга, а не рекламы. Потому что два объявления у нас заточены для генерального директора. Два объявления у нас заточены для секретаря. Разная подача материала. То есть два объявления затачиваются под девочек секретарей. Два объявления затачиваются под руководителей. Принцип у них построения абсолютно разный. Руководители любят сухие факты. Девочки любят размазню. Секретари. Из рубрики мы все приедем, все починим. Проблем не будет. Все хорошо и так далее. Которые висят для директоров. Я думаю, их сразу видно. Давайте посмотрим объявления на поиске, которые висит. Выгодное обслуживание компьютеров от 500 рублей за ПК. От 1000 рублей за сервер. Работаем 24 на 7. Акция 2 месяца в подарок. IT-аутсорсинг, IT-аудит. Акции. 8 лет опыта. В IT-услугах. Контактная информация. Бла-бла-бла. Вот одно объявление. И быстрые ссылки. Плюс уточнения, которые мы можем добавить. Адрес и телефон. Второе объявление. Абонентское обслуживание. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Лучшие цены от 500 рублей за ПК. Реакция на инцидент до 2 минут. Это все, собственно, для руководителя. Теперь переходим... А, нет, это было для секретарей как раз. А вот теперь мы переходим для руководителей. Обслуживание компьютеров в Москве сухо-лаконично. Дальше. Гарантия работ по СЛА и снижение затрат на IT до 70% в дальнем 2 месяца. Ок. Далее. Абонентское обслуживание компьютеров. Акция 2 месяца в подарок. Работаем 24 на 7. Реагирование 2 минуты. Далее. Абонентское обслуживание компьютеров в офисе. Решаем проблемы за 5 минут. Акция 2 месяца в подарок. Вот это для секретарей. И еще одно для секретарей. Обслуживание компьютеров в Москве от профессионалов. Работаем 24 на 7 без выходных. Акция 2 месяца в подарок. Вот. Разные подачи объявлений. Разные подачи материала. Для разных групп лиц, которые эти объявления будут читать. Соответственно. Почему 6 объявлений для 4 запросов? Потому что объявления, естественно, будут ротационными. То есть, то одно объявление показалось, то другое показалось, то первое показалось, то третье, то шестое. То пятое. То есть, идет рандомная ротация показа объявлений. И мы выбираем, какое из объявлений дает лучшую конверсию. Соответственно, те объявления мы и оставляем. То есть, грубо говоря, есть этап некой обкатки. Когда мы смотрим, какие же объявления действительно лучше работают. Кто из вас глазастый, кто из вас молодец. Вы наверняка заметили, что у ссылки присутствует еще и такая непонятная штука, как UTM. То есть, если мы кликнем на объявление, то у нас появятся какие-то еще и непонятные строчки. Потому что, если мы это уберем, будет показываться страничка. И так будет показываться страничка. А просто добавятся какие-то непонятные дополнительные штуки. Кто знает, как они называются? Пожалуйста, в чат. Что, никто не знает, как они называются? Да, я не поверю никогда. Пишите, пишите, я же вас жду. Называется это UTM-метка. Печально, что промолчали. Ну, ладно. Я им дальше. Метки, UTM-метки, конечно. Мы не будем их сейчас рассматривать. Просто обязательно погуглите, почитайте. Вот так создаются объявления. То есть, мы пишем объявление. Обязательно добавляем в URL UTM-метку. Просто HZ. Ок. Ок, Ольга. UTM-метки, да. Здесь у нас одно объявление. Монтаж LVS. Тестируем его тоже по одному объявлению. Дальше будет по шесть объявлений, чтобы посмотреть ротацию. Значит, что делать в таких случаях, когда цена за клик очень завышенная? И они говорят там 1500, 1300, бла-бла-бла-бла-бла. Нафиг, 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 нафиг. Ставьте смело цену 300 рублей и смотрите, что будет происходить. Смотрите, что будет происходить, если поставить цену 300 рублей. Со временем вот эта вот цена будет падать. Вот эта вот цена будет падать. Будет падать весьма существенно. И в итоге цена на обслуживание понизится. Можно посмотреть статус, какие объявления показываются лучше, даже не можно, а нужно. Клики и так далее. Детальная статистика по объявлениям. Показать. Вот. Вот показы одного объявления, конкретно именно одного объявления. У него было два показа, кликов нет. Погано. У этого было шесть показов, кликов нет. У этого было десять показов, кликов нет. У этого было двадцать три показа и два клика. Обслуживание компьютеров в Москве профессионалов. То есть вот более-менее интересно. Семь показов нет кликов, двенадцать один, двадцать четыре ноль. И монтаж РСКС в сети офисе в Москве, сто семьдесят показов, девять кликов. Статистику смотреть обязательно. Тут можно смотреть по фразам, по дням. Давайте я к ней вернусь. Фразы по дням. Вот по каким фразам показывали. Абонентское обслуживание компьютеров в Москве, компьютеров организации, компьютеров, компьютеров Москва, организация, абонентское обслуживание компьютеров, цены минус два R. Вот по таким запросам монтаж ВВС, монтаж локальных сетей показывались наши объявления. Тоже по регионам, по площадкам. Значит, это для контекстно-медийной сети. Здесь она не настроена. И здесь будут только сайты Яндекса. Если мы перейдем в контекстно-медийную сеть, то мы можем посмотреть, в рекламную сеть Яндекса вернее, сможем посмотреть, по каким площадкам объявление показывалось. Собственно, это мы сейчас и будем делать. Когда мы настраиваем РСЯ, немножечко отличаются параметры. Подборка ключевиков идет не по Wordstat, а подборка ключевиков идет в практике. Но можете подбирать по Wordstat на самом деле. Здесь, соответственно, стратегия у нас идет только в сетях. Дневной бюджет Косарь, ручное управление ставками, режим стандартный. Больше вас здесь ничего не интересует, поэтому прыгаем сразу непосредственно в сами объявления. Здесь один запрос имеет четыре объявления. Это нормально. Это нормально. Один запрос, одно объявление. Ой, ну это дальше аудитории, это я сейчас расскажу. На самом деле я не хочу сейчас рассказывать вам про Google, я лучше расскажу про Яндекс.Аудитории, потому что времени колоссально не хватает. Редактировать группу. Как делается реклама на рекламной сети? Сложно она делается, потому что совершенно другой подход к объявлению. Здесь надо ставить какую-то интересную картинку завлекалову и достаточно громко и дерзко, так сказать, кричать о своих услугах. У нас экономия 75%. Профессиональная акция, звоните. Даже делали объявление, ищите замену си-садмином, абонентское обслуживание компьютеров, лучшее решение. Вот такой вот у нас был очень классный миньончик. Такой вот веселый, абонентское обслуживание компьютеров, лучшее решение. То есть объявления, которые делаются на сайтах партнеров, они должны быть громкими. Они должны быть запоминающимися. Но тут объявление не очень хорошее, картинка не нравится. Очень много сильно решает картинка. Вот миньоны мне нравятся, видимо, я только миньонов люблю. Давайте посмотрим статистику этой рекламной кампании. Это именно что РСИЯ. Здесь совершенно по-другому все. Давайте посмотрим стату. Давайте посмотрим стату. У нас было 118 635 показов. Даже давайте за 90 дней сделаем. 244 141 показ, 214 кликов, 21000 МНРСИ я слили. И можем посмотреть, по каким фразам мы все это собирали. Абонентское обслуживание компьютеров, компьютеров, компьютеров. Ну, в принципе, все это связано с компьютером. Давайте посмотрим по площадкам. Всегда можно выделить какие-то хорошие или плохие площадки. По кликам. Из почты больше всего кликов. Из ВК больше всего кликов. Из Winmail.ru тоже кликов. Из Wi-Fi.ru, но это метро. В метро подкатался и так далее. Там, с Ави-то какие-то клики были, да. То есть, к чему. И дальше по одному. Там, с каких-то сайтов один там. То есть, это те сайты, которые размещают свой блок в РСА. Вот, пожалуйста, смотрите. Изучайте. Балуйтесь. Наслаждайтесь. Здесь можно, конечно, делать сегментацию по конверсиям. Но она что-то не показывается дальше. Цена цели, конверсии и так далее. Так выглядит РСА. Немножечко по-другому собирается ремаркетинг и ретаргетинг. Сейчас я объясню как. Параметры. Это ретаргетинг. Это показ объявлений только тем, кто у нас уже был. То есть, мы когда говорим о корректировке ставок, мы говорим, что те люди, которые зашли в абонентку, они показываются на тысячу больше. И геотаргетинг из Яндекс.Аудитории и стопроцентное увеличение цены за клик. А у нас вначале стоит минимальная цена за клик. И здесь все это настраивается. То есть, мы берем параметры из Яндекс.Метрики. Наши цели, которые присутствуют в Метрике. Теперь фишка, которая присутствует у Яндекс.Директа. Давайте, друзья, соберитесь. Чаще, еще чуть-чуть и пойдем скоро отдыхать. Фишка называется Яндекс.Аудитории. Раньше такой был только в Гугле. Сейчас то есть и в Яндексе. Очень крутая штука. Действительно, очень крутая штука. Принцип работы следующий. Нажимаем на создать сегмент. И он предлагает создать сегмент на основе каких-то данных. Либо номера телефонов, либо адреса электронной почты, либо ID мобильных устройств. Но на самом деле, на основе данных Яндекса фиг, 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 геолокация. Теперь мы берем район Отрадное и добавляем местоположение. Найти. Свау. Это целый округ. Что ж такое-то? Ай, негодяй, давай. Молодец. Мы выбрали северо-восточный административный округ. Что-то он подло заливает. Потому что еще и рустарелия. Самый маленький у нас что? Сломали. Так, ладно, не ломайся. Не ломайся, дорогой друг. Точка была удалена. И я-то удалим. Как делали мы сейчас? То есть это гео-таргетинг. Метро Отрадное. Радиус 3 километра. Вот она, наша точечка. В радиусе мы выбираем аудиторию, которая регулярно посещает, либо сейчас находится, в данном случае там регулярно посещает этот район. Все. И создаем свой сегмент. Тра-та-та. Вот у нас сегмент трата. Информации пока нет обрабатывается. Чуть попозже будет информация по охвату аудитории. А можно посмотреть статистику охвата от Метро Отрадное 3 километра. Посмотреть, кто, где, как, в каких форматах. ПК смартфона, планшеты из Москвы. Возраст мужчины, женщины. То есть посмотреть хорошую, по большому счету, стату. Гео-локации регулярно посещают. Регулярно посещают. И охват от нашего адреса тоже регулярно посещают. Увидели? Теперь, когда мы создаем объявление на RSI или даже на поиске, мы можем применить нашу сегментацию. То есть объявление на поиске показывает только тем, кто наш добрый друг находится. так, пожалуйста, в SWAW, метро Отрадное и резидент с аудиторией. То есть мы показываем им наше объявление на поиске. Этого раньше не было. Это было в гугле. Если мы сравним это с гуглом, то давайте посмотрим, как это выглядело в гугле. Местоположение. Помним, да, что гугл позволял делать очень интересный таргетинг. Я перескочил таргетинг гугла. И давайте введем северо-усточную. Административный округ. Гугл делал здесь немножко более лояльно. Сейчас мы мазку удалим. Он прям выделял округ. Он выделял округ, и мы могли показывать по округу объявления. То есть Яндекс к этому в своей аудитории подходит, подходит, делает. Здесь он прям выделял округ. Также можно было опять же использовать определенные маркеры. То есть, грубо говоря... Давай, 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 давай. Не хочешь. Так, ты чего творишь? Совсем с ума сошел. Придется вручную ставить точку. Мол, только не 20 миль, а 2 километра. Вот так вот. Можно было ставить точки. Можно было их совмещать. То есть, район отрадное плюс... Плюс включить. Вот так вот. Северный административный округ. Ну, вот так вот можно настраивать. Такая настройка присутствует в Гугле. В AdWords. Аудитория к этому подходит. Делают свои сегменты. Самое интересное, что вот здесь сегменты по Яндекс.Метрике. Новый сегмент. Найти счетчик. Где у нас тут счетчики наши? Аудитория, либо сегмент. Либо люди, достигающие цели. То есть, это вариант так называемого ретаргетинга. Плюсы, пожалуйста, если понятно. А то я тут вам рассказываю тихонечко. А вы уже, наверное, все спите. Не спать. Есть подробный курс по настройке контекстной рекламы. Месяц длится. Отвечая на вопрос Ольги. Есть подробный курс по настройке контекстной рекламы. Длится месяц. Целый месяц. Сложный курс. К чему я это? К тому, что, друзья мои, заполните. Самое основное правило. Если мы делаем рекламные кампании. Если мы хотим делать хорошие рекламные кампании. Мы делаем отдельную рекламную кампанию. Под поиск. Отдельно под РСЯ. Отдельно под таргетинг. Не брезгайте аудиториями. Уменьшайте охват. Это поможет сэкономить деньги, силы, средства и нервы. Если вы делаете рекламу на поиске. Делайте как можно больше объявлений. Дайте возможность выбора. Сделайте ротацию. Потом не забудьте перейти обязательно в статистику. И посмотреть какое объявление лучше вам принесло клиентов. Смотрите статистику. Обязательно туда заходите. Обязательно смотрите. По каким объявлениям. Детальная статистика по объявлениям. И прям смотрим. Вот это объявление. Столько-то. Это столько-то. Сейчас побольше поставлю 90 дней. Это там 11 показов. Ноль кликов. Иначе не работает. 27.0. 7.0. 46.1. 49.3. 19.1. Вот. 49.3. Это обслуживание компьютеров в Москве. То есть надо смотреть какие объявления действительно лучше работают. Те объявления которые работают хорошо мы оставляем. Те объявления которые работают плохо мы их убираем. Нафиг они нам нужны. Правильно? Давайте возможность ротации обязательно к вашим объявлениям. Иначе очень много смысла теряется. Итак. Итог. На поиск отдельную рекламу. Много объявлений. Мало ключей. В RCA совершенно другая подача. Агрессивно. Картинки. Ярко. При таргетинге собираем аудиторию из метрики или по Яндекс. Аудиториям. Не забыл сказать про поиск. Что делаем часть объявлений под руководителей. Там сухие цифры. И часть объявлений под секретарей. Там можно немножко все это размазать. В Гугле. Не хватило времени разобраться нормально с Гуглом. А так лишь только скажу. Что в Гугле очень похожая настройка сейчас на Яндекс стала. Они подошли к этому и сделали очень очень близкую настройку памяти. То есть мы добавляем рекламную кампанию. Опять он предлагает выбрать либо поисковая сеть оптимизированная, контекстная медийная сеть. То есть смешано все в одном. Либо отдельно поиск, отдельно сайты партнера и отдельно RCA. То есть мы выбираем отдельно поиск. Он делает простую настройку. Сейчас все функции включу. Сети. Устройства. Где показывать. Вот пожалуйста наша любимая карта. Расширенный поиск. Варианты местоположений. То есть тот самый вариант. Люди, которые часто посещают. Находятся или не находятся. Стратегия ставок. Ставка по умолчанию. Индивидуальный бюджет в день. Методы показа. Стандартный ускоренный. Дополнительные расширения объявлений. Это дополнительные ссылки. Номер телефона. Отзывы. Уточнение. То есть то, что было на Яндексе. Время показа объявления. Потом как настраивается ротация объявлений. Очень похоже на Яндекс. То есть в принципе. Если поковыряетесь Яндексом с Гуглом. Сможете без проблем разобраться. На что сразу хочу сказать. Что такого неприятного есть в Гугле. Это так называемые эксперименты. Это сложная тема. Это сложная тема. Группа и компания это фигня. Библиотека. Библиотека и эксперименты. Это то, что в Гугле. Ну как бы очень сильно продвинуто. По сравнению с Яндексом. Где на Ютубе видео урока найти? Народ. Вы меня прям поражаете. На самом деле. Честно. Друзья мои. Честно, 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 честно. Мы же с вами. В который раз уже это рассказывал. В группе ВКонтакте сидим. В группе ВКонтакте видео выкладывается. Видео ВКонтакте в группе. В группе. Я сейчас найду эту презентацию. Я сейчас просто эту презентацию найду. Так. RVMV lesson1. Вот она. Внимательно сюда смотрим. VK.com. DIG. Нижнее подчеркивание. Marketing. Digital Marketing. Сюда идите. Просто смотрите. Сегодня третий урок. Третий урок. И третий урок спрашивают одни и те же вопросы. Где будет видео? Давайте немножко пообщаемся. Чем хороши... Нет. Ну, восхитительные. Вы действительно восхитительные. Чем хороши эксперименты в Google? Дело в том, что Яндекс не позволяет нам экспериментировать. А Google позволяет. Например, мы подумали, что можно переделать объявление совершенно по-другому. Вот он. Блин, надо бы объявление переделать. Давайте мы затестим новые ключи. Или затестим новую подачу объявления. И он предлагает так называемые эксперименты. Мы делаем объявление. Делаем на него новые ключи. Новую подачу объявлений. И начинаем фиксацию этого эксперимента. И он начинает вести глубокий анализ. И мы начинаем потом это сравнивать. Хороший ли это получился эксперимент или нет. Если эксперимент хороший в рамках какого-то небольшого бюджета, мы можем его включить в общую рекламную кампанию. Если плохой, то нет. То есть, такая изолированная часть бюджета, изолированная часть настроек, позволяющая протестировать эффективность объявления. Вживую, естественно. Очень мощная тема. Действительно мощная тема, потому что сильно экономят деньги и нервы. Если ей заниматься плотно. И, дорогие друзья, в завершении нашего сегодняшнего урока я бы хотел вам сказать одну хорошую вещь. Если вы думаете настроить рекламную кампанию за день, за два, забудьте об этом. Хорошая рекламная кампания настраивается минимум неделю. Чтобы посидеть с ней, подумать, поковыряться, поизучать. То есть, тестируем, да, потом выкладываем в общую рекламную кампанию. То есть, как бы отделяем из общей рекламной кампании одно объявление. Ребятки, друзья мои, мальчики, девочки, рекламная кампания делается хорошо и долго. Особенно, если подходить к этому с чувством, с толком, с расстановкой. Спасибо вам на сегодняшний день. Надеюсь, вам занятие понравилось. Как я уже видел, часть людей оценила. Другие, пожалуйста, поставьте оценку от 1 до 5. Где один, минимальная оценка, опять максимальная. Понравилась ли вам подача материала. Самый материал, как он был подготовлен. Прощаюсь с вами до завтра. Завтра у нас пятница. Предпоследний урок. Обращаю ваше внимание, что завтра у нас урок, связанный с социальными сетями. Обязательно приходите. Будем изучать социальные сети. В воскресенье у нас закрытие марафона. В воскресенье у нас прощание с вами, закрытие марафона, финализация. Будут подарки, будут бонусы. Так что обязательно приходите, будем смотреть. Прощаюсь со всеми. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok